Медикаменты стоят очень дорого. У меня сейчас дочка нуждается в операции, коленные, менискы, разрыв связок. И вот собираем всеми силами деньги, потому что операции платные. Я считаю, что это неправильно. Минимум страховка должна какая-то быть. Нормальная медицина, а только деньги с нас берут и на этом все, больше ничего. У меня мужу отрезали уже обе ноги. И говорит, вторая группа, а я говорю, что нога вырастет, если вы дадите вторую группу. Я говорю, мне протезы нужно делать, а они уже месяц мне мозги получат. А еще возмущают бесконечные бюрократические проволочки в медучреждениях. Казалось бы, речь идет о здоровье и жизни человека. Но сначала бумажки. Такая же волокита бумажная, как и в любом государственном учреждении. Перекидывают от одного к другому. Никому дела нет. В 11-й горбольнице отделение нейрохирургии находится в одном конце больницы, а магнитный томограф совершенно в другом. И больных носят из реанимации на томографию через территорию всей больницы. Ладно, когда это летом происходит, но если это происходит зимой, как у нас зимы бывают, когда полностью все засыпано и пройти невозможно просто, а тебе приходится на носилках нести человека с черепно-мозговой травмой после операции. И это не единственные сложности, с которыми приходится сталкиваться одесситам. Возмущаются. В городских больницах нет даже самого необходимого. Так что надеяться на такие блага, как лифт, даже не приходится. Элементарно нету лифта на второй этаж в операционную, и больных опять-таки носят на носилках по лестнице. А если на второй этаж нужно человеку в инвалидной коляске? Тоже по лестнице, если добрые люди донесут, конечно. Хотя в европейских странах уже давно позаботились об этой проблеме. Местительные кабины есть не только в медучреждениях, но и в метро. Для удобства инвалидов и мам с колясками. А что у нас? Вопреки 49-й статье Конституции Украины, каждый вынужден платить за свое лечение наличными и в чужой карман, а не в кассу больниц. Бесплатные медикаменты в лечебницах заканчиваются еще даже не начавшись. Так куда ежегодно идут 750 миллионов гривен из городского бюджета? Может, лучше часть этих денег разделить и повысить пенсии? Ну, чтобы за бесплатную медицину платить было легче. Екатерина Лапицкая, Валентин Мирза, 7 канал.